приветствуем приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы и сегодня мы на кухне не в огороде время сейчас такое что нужно заниматься заготовками потому что следующая весна и лето и зима долго не дадут нам возможности получить урожай поэтому нужно заготовки делать не на один сезон одна весь год и так у меня очень интересная и очень вкусная заготовка называется томаты вяленые и вот эти томатики я делаю вот с плотных томатов у меня плотные это вот желтые кс-17 под номером без названия и белфорд они такие толстые мясистые и сейчас я вам покажу как я буду готовить и по ходу буду рассказывать некоторые нюансы которые нужно знать секреты которые я получила от мудрых людей и так я буду их сушить у меня сушилка не старенькая уже намного мне лет уже помогает и так беру первое вот выкладываю меня уже здесь сушились томатики что я делаю смотрите что нам понадобится нам понадобится почему вот этот первый секрет вот сахар обязательно нужно для чего сахар позволяет сохранить цвет если сахар не использовать будут такие цвет как будто бы сохранять но это будет блеклое и так беру две ложки сахара две ложки соли и перемешиваю хорошенько это то что нам нужно будет трем килограммов томатов вот так вот перемешиваю сахар дает вот этот цвет и он сохраняется я вам в конце покажу у меня год уже пролежали томаты даже чуть больше и я покажу как они прекрасно сохранялись и так соль и сахар нам надо а теперь я раньше пользовалась только приправой итальянские там базилик ставила итальянские приправы а сейчас вот попробовала в прошлом году к шашлыку это вот тоже интересная вещь и до курки вот отдельно баночку делаю литровую до шашлыку именно вот такие специи когда готовишь жаркое и добавляешь вот эти специи вы смотрите красота аромат обалденный и томаты уже вместе приготовил там мясо рыбу и вот эти томатики этим блюдом просто заложить запах такой обалденный теперь вот с этими специи у нас готовы сахар у нас готов ну а теперь еще нужно будет заранее заготовить но у меня чеснок готов я его не чищу его позже буду чистить чтобы он свеженький был и так вот если до курки вы отдельно делаете вот достаете именно специи для курицы а шашлыку вот отдельно к шашлыку мне два пакета понадобилось если чуть больше надо будет достану потом ну а теперь приступаем к самим томатом томаты это вкусняшка такая если брать розовые они у меня текучие те помидоры поэтому я вот использую такие вот желтые знаете когда желтые и красные томатики используешь то получается очень красиво во первых банки но и когда ты блюдо уже что-то приготовил и закладываешь вот эти томатики сверху или тот же борщик или супчик вот надо вот эти ароматы вот если курица то очень хорошо к борщу вот эти томатики несколько штучек положил в конце когда уже готовы смотрите и сок стараюсь вы выбрать вот этот томат очень хорош очень толстая такая мясистая вот смотрите часть вот это остается вот выбираю так вот все томатики чтобы не занимать ваше время вот я всю всю жидкость и семена все убираю и получается вот такая вот такой красивый просто солнечный кусочек который потом зимой весной и следующий год даже до момента когда сожреет новый урожай это так прекрасно это так вкусно ну просто чудо вот эти томаты раньше я делала только сливку а потом вот попробовала выбираю такие уже знаете сейчас сезон уже крупных позади а мелкие томаты вот остается ну вот что теперь я делаю можно просто-напросто обмакивать как я делала раньше но надо эконом не использовать поэтому я беру вот эту соль с сахаром и понемножечку вот так вот в серединку сюда вот по чуть-чуть много не надо главное чтобы вот этот сахар и соль сюда попали внутрь вот этих тканей так все 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 вот таким образом вырезаю кстати сразу хочу сказать у меня сегодня еще будет томатный сок буду готовить поэтому вот эти кусочки не выбрасываю они пойдут на томатный сок и теперь остается присыпать вот этими специями готовыми ой уже такой запах стоит на кухне просто чудо а слюнки текут можно даже так съесть можно кстати так вот приготовить и чуть-чуть еще добавить сыра или еще что-нибудь но в данном случае мы делаем заготовочку вот так экономнее используем раньше я это все могла теперь достаточно вот эти спицы очень сильные вкусные и вот эти кусочки теперь складываю вот таким образом по всему периметру вот этой сушилочки чуть-чуть остается места для того чтобы воздух протекал вот таким образом я все вот это делаю закладываю буквально все вот эти части вот я сейчас это сделаю и вам покажу как это будет выглядеть вот так красиво и так вот следующий вот очень важно тут попасть не попасть вот на эту штучку но кто желает узнать по электросушилке то можно вот таким образом и дальше следующие закладываю даже получается вот крупные томатики ничего страшного это но более менее крупные если сильно крупные то нужно просто напросто будет разрезать вот смотрите как я это очень крупный получается очищу вот от этих кусочков эти кусочки мы уже не используем вот это крупный большой кусок поэтому я беру и вот такие дольки делать раньше конечно со сливкой на 4 кусочка сделала но нету сейчас стоит сливки а есть вот такие красавцы томаты поэтому можно вот большие куски делать вот на такие вот длинненькие вообще а форма это любое желание каждый может себе порезать сделать но томаты должны быть вот такие толстостенные рассыпчатые очень вкусные сладкие ароматные желательно это домашняя если нет возможности домашние то нужно покупать и готовить потому что зима впереди будет требовать именно наших заготовок ну что ж дальше начинаю продолжаю вернее вот выкладывать вот все вот эти слои сушилки электросушилки и так вот слой за слоем слой за слоем укладываю вот а теперь аромат такой обалденный это электросушилка аляска у меня уже она не знаю лет десять наверное если не больше и включаю в электрическую это как у нас вилка называется в розетку в розетку включаю мужчина помогает вот и сушится выключается сейчас очень жарко включается выключается переставляю вот вверх вниз эти которые сверху они хуже сушатся вот я их потом меняем вверх вниз и таким образом отключаю вас и за течение суток они у меня готовы смотрите что у меня получилось 3 килограмма томата ушло вот осталось у меня серединки вот сколько у меня обрезок я вот неспроста вам вначале говорила что беру две ложки соли две ложки сахара и два пакета до шашлыка это у меня раньше уходило если макать в это даже иногда не хватало поэтому сейчас время нужно экономно ко всему относиться и получилось что вот так присыпая у меня видите только присыпала соль и сахар предостаточно уже даже сок пустил томат вот и у меня получилось что достаточно будет 1 ложки столовой соли 1 столовой ложки сахара и пакета до шашлыка сколько здесь граммов 30 граммов до шашлыка мне хватило для того чтобы вот одну 3 килограммовую вот эту порцию заложить в сушилку ну и я сразу чтобы время не терять хочу уже показать хорошие дни дальше у нас после козерога еще сухой период у нас как раз время стихии воздуха что я буду делать дальше когда они у меня уже высохнут я буду резать тогда вот такими кусочками я беру вот именно на эту порцию мне нужно я люблю с чесноком очень вкусно получается я беру две головки чеснока вот такие большие вот я сейчас даже надо взвесить нашу все хотят точный вес сейчас мы посмотрим сколько ну вот я уже отобрала 100 граммов у меня вот чеснока я его режу и вот я с прошлого года осталось я сейчас покажу что у меня получается это у меня были специи итальянские травы видите очень много каких получается очень много потом мне приходится вот это собиралась выбирать много когда что-то уже ставишь куда то ли в борщ и вот этот этих специй очень много они не нужны много в таком количестве надо экономно сейчас к этому подходить поэтому я присыпаю этим раствором затем что мне еще понадобится сейчас появится еще один компонент который нам нужен чеснок видите он до сих пор вот такие кусочки кусочками он пропитывает каждый слой я чуть-чуть просыпаю чесночком и нужно масло но масло очень важно рафинированное у нас вот есть любимое масло мы его используем если брать домашнее то получается горькость через время так как мы собираемся на долгий период на весь год заготовки сделать поэтому я использую вот такое масло и просто-напросто даже не раскаливаю не нагреваю а вот слой уложила томатиков положила чесночок вот так слоем и затем чуть-чуть маслица и так слой за слоем слой за слоем и вот это в холодильнике у меня хранится сейчас даже ложкой покажу вот этот с маслом конечно и вот это можно использовать но очень много вы видите здесь и базилики все 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 итальянские травы мне вот это не очень нравится темноватый становится и блюдо тоже имеют специфический такой вид хочется все-таки добавлять больше свежего в тот же борщик супчик или жаркое присыпать свеженьким и чтобы было более красиво поэтому поэтому я перешла вот сейчас убираю вот это изобилие специев которые у нас было время нынче нужно все экономить поэтому вот такие у меня видите томаты до сих пор год они сохранились даже больше и нормально выглядят и кстати вкус обалденный очень вкусно и так я вам показала как я делаю заготовки кстати можете себе сделать такую пометочку еще наклеить на баночку вот баночку сделаете с шашлычной приправой баночку до курки до курицы можно еще что-то другое кстати и для плова можно есть специи для плова и тоже баночку для плова и получится вам нужно плов готовить вот несколько кусочков можно положить на дно уже когда вы закладываете плов положить вот несколько вот этих кусочков и аромат обалденный для каждого блюда должен быть свой аромат ну а шашлычный практически ко всему идет итальянские травы у меня еще есть баночка поэтому в этом году у меня будет три новых вида это вяленые томаты с шашлычной приправой с куриной приправой и к плову вот такая интересная тема вот смотрите как красиво она смотрится чесночок везде слоями внизу и как красиво сохранились томаты благодаря тому что я использую сахар и соль если чисто соль я пробовала цвет совсем другой а здесь сохраняется натуральный цвет ну что ж мы раиса александр подготовили для вас это видео продолжаем заготовками заниматься очень активно все нужно все что вырастили все нужно в банки и в морозилку в сушилку все это переработать все это нам пригодится в следующий более еще интересный год чем был 2020 год всего вам самого доброго приятного аппетита и вкусных вам заготовок пока пока Продолжение следует...